Лиссабон у нас начинается с музея старинного искусства и я потом конечно же выражу личное мнение по поводу вообще Лиссабона, но вход в музей старинного искусства национальный конечно вот с такой вот стенкой настолько не ухоженный в принципе вот так вот выглядит весь Лиссабон и поэтому на контрасте после Мадрида данная столица не настолько ухоженная как как столица Испании про Париж я молчу да музей просто пустой никого практически нет снимать нельзя только фотографии не так здесь все строго как в Прадах поэтому нам удается немного заснять интерьер начинаем мы национальный музей древнего искусства людей практически нет в этом музее собраны не только картины но и ювелирные изделия керамика различные художники меня интересует Дюрер здесь есть картина Рафаэля того же Франсиска Зурбарана Яна Брейгеля-младшего здесь вот церковная утварь вот такие вот красивые кресты пятнадцатый век кресты пятнадцатого века чаши картины португальских мастеров ух ты какие красивые заколочки как это можно было носить ух ты тысяча пятьсот шестой год очень красивая галерея с различными экспонатами много изделий из серебра девятнадцатого века позабоченные какие скульптуры тут тоже не отходится без бельгийских габелленов знаменитых никаких вот статуй мы сейчас идем в зал смотреть в картинную галерею начинается иконопись с четырнадцатого века в середине пятнадцатого века иконопись никола томаса иконопись и и Картина Герарда Давида здесь тоже есть, и вот картина Дюрера 1521 года. Иоахим Паттинир Голландец, Святое Вернин, Триптиан Гассарта, 1520 год, Святое Вернин. И вот еще одно искушение Святого Анатолия Рикарда. Вот это все картины Франциска Зорбрана. Он был, конечно, очень сильным портретистом. И вот они, апостолы и святые здесь. Это Клинин Санчес, Святое Синастил. Это картина Луиса Моралеса 1566 год. Мадамна с Маменцем. А вот картина Питера Брейгеля, младшего. А сын Питера Брейгеля, старшего. Тысяча. Шестисотый год. И вот картина Люка Джордана. И вот Хосе Рибера, раскаяние Святого Петра, середина 16 века. И вот картина Святой Бартоломея, тоже Хосе Рибера. Тут картины голландских художников. Как вам Лайра Ду? Вот Ян Стин. Это все 17 век. Готфрид Шалькин. Питер Де Хок. Здесь все нельзя снимать. Можно только фотографировать. Ну, я стараюсь. Питер Блуд. Тоже 17 век. Питера. Я дрrun. Начинка с aheadю и начинка с сын. Тоже 17 веков. С Терри. С Гором. Это différent. Настя, а в экспериментах. Это все, по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Конечно же он по коллекции картин очень сильно уступает многим музеям, которые мы видели Вот, большая коллекция здесь, скажем так, утвари Некоторые комнаты, как в дворцах, с обстановкой Но по картинной галереи, конечно же, он довольно-таки... Вернее, коллекция немногочисленная Вот, людей, я бы сказал, вообще нет Никто сюда не ходит особо Билет стоит 10 евро с человека Если хочется посмотреть картину Босха Искушение святого Антония Вот она почему-то находится здесь То есть, в принципе, я в основном шел сюда из-за этой картины Есть одна картина Рафаэля Фламандские художники Ганс Мемлинг Ну, не так много, как можно всего увидеть, конечно же В музее Мадридском Дель Прада Но заглянуть на Босха Вернее, заглянуть в музей и посмотреть на Босха Я считаю, что стоит Вот, сейчас пойдем погуляем Немножко по набережной Мы вообще, в принципе, не планировали заезжать в Лиссабон Он у нас не был в списке посещений Заехали сюда встретиться с племянницей Поэтому остановились на несколько дней Погулять, посмотреть Программу сильно не разрабатывали В общем, спонтанный визит в Лиссабон И общее мнение Опять же, я выражу свое мнение Многие могут не согласиться Но город очень неухоженный Он мне сразу напомнил неухоженность Рима Загреба и некоторых других итальянских городов И, конечно же, по архитектуре Я его не могу сравнивать с другими столицами Европы Ну, скажем так, немножко бедновато она Вот А неухоженность зданий, улиц Конечно же, бросается в глаза Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому